В Кировской области при пожаре погибли три человека, тут еще целая серия пожаров произошла, даже не буду об этом рассказывать. Странно то, и вот я подметил одну вещь, что раньше писали, кто погиб на пожаре, сейчас пишут три человека, то есть там сколько детей, сколько взрослых раньше писали, сейчас этого не пишут. Погибло столько-то людей, все, в Башкирии сошли с рельсов семь цисцерн и вагонов, и в общем-то это обычная новость, но на самом деле она очень страшная, знаете почему? Потому что те семь цисцерн и вагонов, которые сошли с рельсов, это пустые цисцерны и пустые вагоны, если бы они были полные, ну понятно, там полотно не выдержало, одно сплошное говно и слетели, а раз сошли пустые, значит такая рухлядь. Полотно железной дороги, что любой скорый поезд или пассажирский просто улетит и нужно этого ждать в ближайшее время. Если эти вот сошедшие пустые цисцерны и вагоны это не результат деятельности партизан, то будет все очень плохо. То есть надо ждать, что скоро слетит пассажирский и скажут, что это вот партизаны сделали и так далее. Понимаете, да, как это работает? Там все в негодность пришло, все разрушено и подвижной состав ужасный, все. В Красноярском крае бетонной плитой придавило двух рабочих. В Первомайском на голову продавщицы упал потолок. Она с сотрясением мозга госпитализирована. А вот в Уфе прикопало, как обычно, каждый день уже сообщение о том, что грунт свалился на какого-то мужчину. Здесь тоже грунт свалился, но его вовремя успели откопать. Слава богу, он остался живой в Уфе. Голый челябинец устроил представление в супермаркете, а затем спрятался в холодильнике. То есть, эти голые, они уже бегают везде, по всей России. Почему такое большое количество голых, никто не может ответить. Ярославль, полиция держала мужчину, стрелявшего из огнестрельного оружия вблизи детского сада. У гражданина изъяли нож и обрез. Он был нетрезв. Ну, в общем-то, мог с ножом и обрезом пойти в какое-то другое место, а не к детскому саду. В Петербурге задержали подзреваемого в убийстве спрятавшего мумию женщины в подвале бани. Ну, такой классический. Ну, вообще, Петербург – это расчлененград, то есть, должна быть расчлененка, а здесь какая-то мумия. За поджог пяти тюков сена воронежцу добавили шесть месяцев тюрьмы. Шесть месяцев за пять тюков сена – это вообще вопрос. Ну, хотя Корному и Толкачеву по тринадцать и чуть меньше лет дали за попытку поджога мусора. Даже не за поджог мусора, а за попытку поджога. Так что это Россия. В общем, меня спрашивают о таких вещах. Как, какие сроки вот за такие вещи давать. Вы понимаете, если ущерб, который причинен, может быть легко возмещен. Вот шесть тюков сена. Они, ну, там пишут, девятнадцать тысяч они стоят. Да не стоят они, ну, даже, предположим, стоят девятнадцать тысяч рублей. Ну, можно возместить это девятнадцать тысяч рублей? Да легко вообще, как два пальца. Но если это легко возмещается, такой ущерб, то это не может, санкция быть связана с лишением свободы. Ни в коем случае. Если легко возместить этот ущерб, вообще без всяких проблем, то санкция с лишением свободы не может быть связана. Какое нахер лишение свободы? Пишут, что в селе Малая Лайя Свердловской области, хорошее название Лайя, за майские праздники произошли сразу две трагедии. Сначала 52-летний мужчина на глазах у двухлетнего ребенка застрелил сожительницу и покончил с собой. А затем массой пожар уничтожил сразу четыре дома. И вот эта Малая Лайя сразу же вспоминается, помните, слова Тридьяковского, но которые изменены, были Радищевым и взяты эпиграфом к путешествию из Петербурга в Москву, когда он описывал государство, чудовище, Абло, Азорно, Огромно, Стозевно и Лайя. Лайя. Вот мне всегда резало в детстве слух, а тут такое название, которое прям подтверждает. Малая Лайя. Вот такие дела. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Точно так же чудовище Абло, Азорно, Огромно, Стозевно и Лайя. Еще и на табуретке, блядь. Вот сейчас только еще дополнение. И на табуретке, блядь. Вот. На танке с табуреткой вернее. Двое детей выпали из окна, что в этажа в Ногинске. Одного младшего ребенка удалось поймать. А старшего поймали. А младший упал на клумбу и получил стрясение мозга. Слава Богу, живы оба. Ну, вот опять детишки начали падать. Каждый день по несколько человек. Вот Андрей, 74, пишет, что в Новосибирске ребенок упал 6 лет. Упал, не упал, никто не знает. Нашли под окном. Ну, понятно, что упал. Нашли под окном. С какого этажа, ничего не говорят. То есть, такие мутные истории по всей России. Для чего такая выдается информация? Чтобы поисковик не находил, что выпал из окна. Да. Нашли под окном. Мертвого там или раненого и так далее. Чтобы поисковик не находил, чтобы нельзя было составить списки. Да, в Дзержинском районе Ярославля 15-летняя девушка выпала из окна многоэтажки. Ну, не выпала, наверное, покончила с собой. В Канске, в Септике. Ну, то есть, в выгребной яме у частного дома нашли тело 8-летней девочки. То есть, там эта выгребная яма была закрыта фанерой. Девушка туда или провалилась, или... Ну, не знаю. В Камешковском районе один человек пострадал на пожаре в цехе деревообработки. Все, в общем-то, горят лесопилки. Какие-то, кто-то есть в России, скоро вообще не останется. В Японском море спасали судно Георгий Седов. Что-то, да, судам Андрей вот написал, судам с названием Георгий Седов не везет. Согласен. Это точно как адмирал Нахимов, так и Георгий Седов какое-то название прям жуткое. В селе Крюково Пермского края появилось объявление, приглашающее методных жителей прийти на субботник по сбору человеческих останков. Меня спросили по поводу этого объявления. Ну, что я могу сказать? И оно было действительно, да, объявление, что 6 мая состоит субботник на берегу реки. Жителям рекомендуют при себе ведь в четки и пакет. Ну, это 19-го года, это баян, то есть кто-то к 6 мая опять опубликовал, это не фейк. Меня спрашивают, это фейк. Нет, это не фейк, это действительно было в селе, там собирали человеческие останки. Такая прелесть. Вот Андрей написал, массово полыхают филорамы, этим никого уже не удивишь. Но у меня вопрос, откуда Вячеслав Мальцев знал, что они именно на северо-западе РФ полыхать будут. Ну, видите, это некое предвидение такое, как один мой товарищ говорил, что Мальцев, говорит, очень интересный человек. Говорит, ему когда кто-то, ну, в 90-е годы какое-то, говорит, западло сделал, он, говорит, он не мстит, он, говорит, какому-то своему богу молится. Говорит, помолился к богу, смотришь, тот человек на костылях ходит, блядь. Вроде и ничего ему не делали плохого, да, там какие-то хулиганы, блядь, ноги переломали или еще что-нибудь. Пять часов пожарные тушили сгоревшуюся лесопилку на севере Карелии, и, блин, лесопилки горят в день по несколько штук. Очень интересно. Кто мог подумать, в Астраханской области сняли на видео десятки мертвых сазанов. Ну, в общем-то, то, как засрали Волгу и прилегающие водоемы, конечно, само за себя говорит, да, вот такие вот вещи, которые происходят. Наверное, какое-то большое количество удобрений кто-то куда-то внес, да, хочет получить какой-то большой урожай. А вот разрушенную лестницу на станции Мальцевская во Владивостоке не хотят ремонтировать. Тут люди мне жалуются, говорят, вы что, Вячеслав, вы что, там заставьте их отремонтировать. Я знаю, что там на станцию Мальцевская лестницу не ремонтируйте, смотрите, будет отдельный разговор. В Москве нашли мертвым бизнесмена Владимира Лякишева, сооснователя кулинарной лавки «Братьев Караваевых». Он, значит, обнаружен на техническом этаже многоэтажки, в которой жил с огнестрельным ранением головы. Ну, то есть, я так понимаю, что это намек на самоубийство, да, там взял ружьишко, пошел и застрелился в техническом этаже. Почему он должен в техническом этаже многоэтажки стреляться, вот вопрос. Не, я понимаю, он вполне, пускай поймал белочку, белую горячку, да, тогда мог найти еще и пол этой многоэтажки положить в ружье, а не только сам застрелиться. Поэтому разные вариации возможны, но что-то подсказывает, что я бы, например, там по-серьезному осматривал бы место происшествия, потому что очень странно. Человек решил убиться, да, и пошел на технический этаж куда-то, и там самоубийца. Третий мая в Красноярском крае свел счеты с жизнью глава Джанайского сельсовета Джуманов. То есть, что-то очень много людей стали кончать с собой, их идет волна такая самоубийств, дикая совершенно. Кто-то вспоминает, что в Третьем Рейхе такая волна самоубийств была, да, и, кстати, при развале Советского Союза тоже была волна самоубийств. Ну, там кое-что подчистили, конечно, КГБшники, кое-что результат самоубийств. Я вчера писал, может, Путин хоть через больничку соскочить с поезда, похоронит двойника, а патруша прикроет и все развалит, а дед по Руси гулять уйдет, как Александр. Да не уйдет он, я вам объясняю, он закомплексованный сволочь, понимаете, поэтому никуда он не уйдет. Его власть совершенно не тяготит, он сейчас хочет реализоваться, зачем ему уходить? Ну, погуляет он по Руси год, нахера ему нужно, он хочет год просидеть в кресле и под занавес херануть, да еще и не год, а может и больше просидит. Поэтому насчет операции я не знаю, вполне допускаю, что это операция уловка, чтобы Путина уничтожить. Я вполне допускаю, что у него Паркинсон, что надо там вживлять сейчас электроды, ему говорят, давай будем вживлять электроды, и сами все уже просчитали, как они его прибьют. Ну, представьте себе, вот там куча будет охранников, да, какие-то доктора, чудо-доктора, а этот электрод его не туда вживят, а откинется и все. Какие вопросы? Власть Мишустину. То есть, сейчас я уверен, что одним, я допускаю, очень большая степень допущений, конечно, но допускаю, что вот эта операция, это результат заговора. И что Мишустин в курсе этих дел, я думаю, что, и не только он, я думаю, что из тех спецслужб, которые поддерживали Путина, они не могут его выстрелом в затылок убить, потому что рок-н-ролл начнется, им нужно мягко передать власть. Кому? Лучше всего Мишустину. Как ее передать? Путин ее сам передаст. Ложась на стол, говорит, Мишустин, вот тебе, пожалуйста, чемоданчик, все, ему на столе умер. Кто что скажет? Никто ничего не скажет, вся власть в руках у Мишутина. Они сто раз будут знать, что Путина убили и ничего не сделают. Понимаете? Так что я убежден, что если Путину сейчас предлагают операцию, то это вот такой вариант. Если это вообще не фейк, связанный с операцией, то есть если он ляжет на этот операционный стол, то не факт, что с него встанет этот же Путин. Потому что может после операции с этого стола встать и другой Путин. Такой вариант тоже возможен. Двойников там навал. Понимаете? Потому что скажут, ни хера себе, видите, что накосячил этот гад. Нужен другой Путин, тогда все будет хорошо. Вариант сколько угодно. Если бы я был на их месте, я бы третий вариант сделал, который я, сука, им не подскажу. И слава богу, что на их месте нет такого, как я. Потому что тот вариант вообще просто жесткий.